Письма в адрес главы государства от сторонников и противников Виталина Цамбалюк-Романовской идут нескончаемым потоком. На сей раз послание защитнику всех обиженных в стране направила ближайшая подруга киевской пианистки, бывший пресс-секретарь театра Армена Джигарханяна Наталья Корнеева. Она просит главу государства вмешаться в эту дикую ситуацию, я свидетель произошедшего с ним и не могу молчать, пишет Корнеева. Дело в том, что общественное мнение введено в заблуждение неким Артуром Аршамоевичем Сагамонианом, который самовольно вмешается в личную и семейную жизнь Армена Джигарханяна. 8 октября 2017 года он вывез Джигарханяна из квартиры на улице Молодогвардейская, спрятал его в городской клинической больнице номер 57, отрезал дорогу к нему его жене Виталине Викторовне Цамбалюк-Романовской и получил от Джигарханяна наверняка обманным путем генеральную доверенность на представление его интересов. Далее Сагамонян распространил информацию в СМИ, что якобы Арман Борисович решил уйти от жены, так как она его обокрала и попросил помочь в этом своего друга, то есть Артура Сагамоняна. Мы ни разу не слышали от самого Джигарханяна подтверждение тому, что он просил Сагамоняна о помощи, уверена подруга Виталины. Артур Сагамонян, самозванно объявив себя другом Джигарханяна, начал самую настоящую травлю Виталины Цамбалюк-Романовской. Для этого он использовал все виды СМИ, газеты и телевидения, продолжает Корнеева. В своих интервью газетам Артур Сагамонян клеветал на Виталину Цамбалюк-Романовскую, угрожал ей незаконным уголовным преследованием, не скрывая, что имеет коррупционные или какие-то иные личные связи в Следственном комитете. Подтверждением тому явилась вскоре возникшая в Следственном управлении ЕЗА Москва уголовное дело против Цамбалюк-Романовской Виталины Викторовны. Телевидение Артур Сагамонян использовал для того, чтобы устами самого Джигарханяна оклеветать и ошельмовать его жену. Армен Борисович в больнице мог находиться под воздействием каких-либо психотропных препаратов, потому что то, что он говорил о жене, не помещалось ни в какие рамки здравого смысла, фантастический вор, она у меня деньги. Из кармана брала, все квартиры продала и так далее, зная Армена Борисовича близко на протяжении 25 лет, могу с уверенностью утверждать, что такое публично, да еще по телевидению он сказать не мог. Но поскольку он болен и очень преклонного возраста, то, скорее всего, стал игрушкой в чужих руках, не отдавал себе отчета, что его снимают и потом покажут по телевизору и контролировать себя не мог. За все годы, которые Армен Борисович прожил с Виталиной Цамбалюк-Романовской, не было ни одного скандала, никакого негатива, наоборот, Джигар Ханян в интервью говорил всегда, что он обязан жизнью Виталине и любит ее. Хочу подчеркнуть, что Виталина Викторовна с момента исчезновения Армена Борисовича из дома не хотела большой огласки и отказывалась обращаться в СМИ, несмотря на мои советы, так не хотела, что в итоге прошло почти 30 эфиров, только пусть говорят, не считая прямых эфиров, и, на самом деле, прим. Ред, но поскольку, травля и клевета со стороны А. Сагаманяна продолжалась, она стала принимать участие в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия», потому что иного способа защититься не было, так как все заявления, поданные ею мной в правоохранительные органы, не рассматривались. Они спускались в следственное управление и прокуратуру ЮЗА, где, как я уже сказала, у Артура Сагаманяна коррупционные или какие-либо иные личные связи, объяснила Корнеева. На последнем эфире программы «Пусть говорят», посвященной этой теме, была показана съемка, где мы увидели и пришли в ужас, что стало с Арменом Борисовичем. Он исхудал, едва ходит, выглядит и одет как бомж. Артур Сагаманян в интервью сказал, что «Друзья купили Джигарханяну инвалидную коляску». А ведь еще полгода назад Армен Борисович выглядел прекрасно, два раза в месяц играл в спектакли и жил счастливо. Он мог бы уйти на заслуженный отдых со сцены под овацией крики «Браво! А что ждет его теперь?» негодует Канеева. Ситуацию с Арменом Джигарханяном создал Артур Сагаманян с целью захватить с недвижимости деньги артиста. Он ловко манипулирует общественным мнением истории, это искусственно созданная, дикая, не имеющая прецедента, и я надеюсь, что порядочных и здравомыслящих людей у нас гораздо больше, и общественное мнение наконец-то повернется в сторону истины, заключила соратница киевской пианистки.